Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 4 декабря. День введения во храм Пресвятой Владычицы, Нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Родители Богородицы Марии, Анна и Аким, решили отдать дочь служить Богу. Когда ей исполнилось три года, привели в храм Иерусалима. Там Мария занималась рукоделием, изучала священное писание, свободное время проводила в молитвах. Марии помогали ангелы, даже подавали пищу. До 15 лет Мария жила в храме. После ей выбрали в мужья благочестивого Иосифа, оставшегося вдовцом. В народе этот день называют просто введением, причем в сознании народа его соединили не только с личностью Богоматери, но и с образом зимы, которая сегодня вступала в свои права. Сегодня начинались так называемые веденские ярмарки. В связи с открытием санного пути активно продавались сани. Ранее санный торг проводился в Москве на Лубянке. Там находились лубянные и санные ряды, где продавали дорогие галицкие сани с позолотой. Одновременно делались пробные выезды на санях, проверка санного пути. Обычно в таких заездах принимали участие молодожены. Управлял санями возница, подпоясанный кушаком. Молодые женки наряжались в самые лучшие свои одежды. Верили и в то, что по улицам сегодня на санях проезжает и сама зима. Она дышит на оконные стекла и на них образуются узоры. Этот период был известен неустойчивой погодой, то оттепелями, то морозами. Дороги то схватились, то раскисли. Приметы. Введение пришло, зиму привело. Если во введении мороз, то и в последующие дни мороз, это введенские морозы. Если тепло, то и все праздники будут теплыми. Если до введения снег пошел, то он растает, а после введения будет лежать до весны. Морозный день сегодня предвещает холодную и снежную зиму. Если сегодня мороз и солнце, это хороший знак. Если сегодня пасмурно и теплая погода, это к неурожаю. Наступила настоящая зима, к хорошему урожаю. Сегодняшний мороз к лету знойному, а на ближайшие дни будет стужа. Издалека слышен звон колоколов к морозу, звон глухой к снегопаду. Доброго здоровьица! В эфире программа «Целебная кулинария». И сегодняшний выпуск нашей «Целебной кулинарии» будет посвящен восстановлению после переломов и травм. Неприятное, конечно, явление в жизни, но тем не менее, надо знать, как можно быстренько срастить кости и с помощью чего. Опять-таки, нам помогут продукты, которые обладают повышенной биологической ценностью. Как это сделать? Смотрите, с одной стороны, надо срастить. Значит, нам надо фактор роста. Откуда мы его возьмем? Я думаю, что лучше всего его взять из проросшей пшенички. Вот она, наша проросшая пшеничка. И, как правило, она еще растет. А костям что надо сделать? Им надо срастись. Поэтому она будет основным двигателем для того, чтобы срастись. Далее. Нам нужен материал, с помощью которого будет идти образование костной мозоли, сращение разрушенной кости. Я думаю, лучше всего это можно сделать с помощью творога. Конечно, можно использовать и хаш. Это взять косточки говяжьи, свиные и долго-долго их варить без соли. У нас получается холодец, который потом можно есть, допустим, два раза в день. Далее. Вот интересная вещь. Для того, чтобы хорошо у нас усваивался кальций, который у нас содержится в творожке. Творог – это строительный материал, с которого у телят образуются копыта, рога и шерсть. А у нас как раз будут образовываться кости, ногти, волосы, кожа. Но, помимо того, что нужен кальций, кальций хорошо усваивается тогда, когда у нас имеется еще кремний в организме. То есть, важно соотношение кремния и кальция, для того, чтобы все у нас, знаете, было не жесткое от кальция, а гибкое. Гибкое и прочное. Поэтому обязательно будем использовать продукты, в которых содержится кремний биологически активный. Это болгарский перец. Далее. Что у нас получается? Вот смотришь на ножку, если она там поломана, как правило, она обездвижена вниз, ну, говорит, висит. И плохой отток крови. В течение дня получается, что там происходит застой и возникает водянка. Для того, чтобы удалить лишнюю воду из организма, можно использовать проверенное давным-давно средство, это петрушечку. Мы с вами как раз ее и будем использовать, чтобы лишняя вода выводилась. Также мы с вами будем использовать и курагу. Она содержит калий, который является антагонистом натрия и способствует выведению воды из организма. К тому же желательно провести общую оздоровительную работу в организме. Для этого как раз курага будет способствовать тому, что она будет еще подпитывать нам мышцу сердца. Поэтому это великолепный продукт. И предварительно что мы делаем? Мы ее размачиваем и подготавливаем. Естественно, можно еще использовать, это уже, так сказать, от меня, это кизил. Кизил, смотрите, цвет продукта такой красноватый, он активирует процессы обмена веществ, также укрепляет наше сердце, а нам очень важно, чтобы процесс обмена веществ был большой. Поэтому сначала сделаем соответствующий коктейль, который будет способствовать всему, что я сказал, быстрому сращиванию костей. Для этого мы с вами воспользуемся блендером. Да, и кисломолочное, это в котором все эти продукты будут соединены. Ну, естественно, чтобы продукт у нас получился вкусный, невкусный мы не любим, мы будем использовать с вами еще и мед. Натуральный мед. Итак, мы с вами берем блендер. Блендер берите помощнее. Теперь мы сюда вначале помещаем проросшую пшеничку. Значит, лишние тут палочки, если имеются какие-то все это, тут выбрасывайте. Пшеничка должна прорасти. И выклювочек наиболее идеальный для того, чтобы сращивались у нас кости, это примерно 2-4, ну, 5 миллиметров. Это как раз говорит о том, что у нас крахмал превратился в солодовый сахар. И здесь уже только углеводы, но не крахмал. И биологически активные вещества, витамины группы В, факторы роста, для того, чтобы все это быстренько у нас соединялось, срасталось. Далее мы используем с вами размоченную, размоченную сухофрукты, это абрикосы. Мы также возьмем кизил. Теперь перчик болгарский. Вот. Серединку выбрасываем. Нарезаем. Так, все это сюда. Зелененькая петрушечка, заранее ее помойте хорошенько. Петрушечку можно взять, смотрите, два пучечка вот таких вот. Стебельки, они не нужны, их можно выбросить. Зелень помещаем сюда. И пока хватит, мы должны это все перемолоть. Теперь добавляем что-либо кисломолочное. Я использую ряженку. Вот, добавили. Закрываем. И пробный у нас проворот. Мы с вами провернули, чтобы все сейчас проворачивалось. И теперь, что мы с вами делаем. Мы добавляем творог. Творога мы добавляем с вами половину пачечки. Аккуратненько говорим, помещаем. Творог это основной компонент, который, знаете, как у нас, как строительный материал, типа кирпича и цемента, который будет нашу кость сращивать. А проросшая пшеница, это, думают, рабочие, которые будут класть этот материал. Теперь мы с вами все это окончательно будем смешивать, перемешивать. Включаем. И 2 часа, как это нужно. Процесс у нас не закончен. Сейчас просто-напросто мы с вами попробуем. А что у нас получилось? Ну, получилось несколько густовато. Ну, ничего. Я просто-напросто попробую по вкусу. Мы еще сюда не добавляли меда. Восьмые лунные сутки. Сегодня мощные, энергетические лунные сутки, которые усиливают биохимические реакции в организме. Поэтому их так и назвали. Огонь. Чтобы эффект от огненной работы был больше, рекомендуется меньше есть, а лучше поголодать. В противном случае, эта энергия потратится на расщепление пищи, а не на обновление и укрепление организма. Энергетика сегодняшнего дня позволяет составлять уникальные травяные сборы. Под действием огненной энергии происходит лучшее соединение лекарственных веществ в целебные комбинации. Что касается нравственных рекомендаций, то сегодня хорошо покаяться в содеянных грехах и простить своих обидчиков. Можно очищать помещение пламенем свечи. Девятые лунные сутки. Как правило, после энергетически благоприятных суток следуют сутки с неблагоприятной энергетикой. Это хорошо иллюстрирует прямой. Волна вперед, а потом откат назад. Все это естественно и понятно. Что касается сегодняшней энергетики, то она вызывает в сознании обольщение и заблуждение. Могут сниться кошмарные сны. Чтобы успешно противостоять этому, почитайте Жития Святых или какие-то другие возвышающие книги. Там очень много информации по преодолению обольщений и заблуждений. Не рекомендуется сегодня рассматривать себя в зеркало, а тем более его разбивать. Питание постарайтесь обойтись без излишеств. Это касается животной пищи и спиртного. Полезно позаниматься силовыми упражнениями, чтобы вытеснить дурные мысли. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok